Во Владивостоке завершился 16-й международный джазовый фестиваль, и он традиционно становится главным событием осени. В течение недели на сцене выступали музыканты из России, США, Франции, Германии и Республики Корея. Одним из хедлайнеров этого праздника музыки стал джаз-бенд Sweet Mac и ее бродячие музыканты, приехавшие в Приморье при содействии Генконсульства США. До этого певица Мэг Фаррел и ее бродячие музыканты сыграли 15 концертов в 13 городах России. Мэган рассказала, что она впервые в нашей стране. Гастрольный тур ее коллектива длился три недели. Концерт во Владивостоке, который совпал с джаз-фестом, стал завершающим. Пожалуй, Владивосток – один из наших любимых городов, из тех, что мы посетили в России. Интересно видеть эту разницу в культурах в разных частях страны. Мы были в Москве, Калининграде, Северодвинске и в других. Конечно, Владивосток сильно отличается от них. Очень понравилась еда, такая смесь европейской и азиатской кухни. Очень здорово. Мы здесь отлично проводим время. Мэган Фаррел и ее группа – это джаз-бенд из Нью-Йорка, который сумел завоевать сердца поклонников и положительные отклики экспертов в городе, где за концертные площадки конкурируют сотни ярких музыкантов. Голос Мэган Фаррел ценят за загадочное очарование и умение наполнить каждую песню меланхолией и эйфорией, которые и восхитят, и изумят, и разобьют ваше сердце. Мэган призналась, что любит выступать на джазовых фестивалях, в первую очередь из-за теплого приема публикой. В США джазовых фестивалей не так много. Очень часто американские музыканты выступают в Европе, где ценят такую музыку. И для нас это интересный и уникальный опыт. Как известно, джаз начинался в Америке, и очень многие темнокожие музыканты в те времена не могли по расовым причинам выступать в США. И они отправлялись в Европу и завоевывали себе там популярность. Сейчас в каком-то смысле история повторяется. Стиль группы музыканты определяют как смесь свинга нового Орлеана и Гарлема, парижского кабаре и блюза, который, как написал один из музыкальных критиков, переносит слушателя во времена сухого закона. Однако сама Мэган Фаррелл, признавая, что ее кумирами являются такие звезды 20 века, как Билли Холидей, Пэтси Клайн, Боб Уиллс и Эдит Пиаф, заявляет, что ее цель — не воссоздать прошлое, а исследовать его и смешать с будущим, сотворив новый мир, где каждый слушатель мог бы получить свою частичку радости. Наш главный стиль — ранние джазовые вещи, такие, которые сочиняли в 20-40-х годах. Вообще я стараюсь не придерживаться какого-то стиля. Очень много смешиваю музыку и стили. Например, заметно влияние французского шансона, западного свинга и кантри. И один из моих посылов — показать музыку настоящей Америки, когда она зарождалась, когда джаз был младенцем, но смешивая с современными тенденциями. В этом году джазовый фестиваль объединил 8 выступлений звезд джаза. С отдельным концертом выступили приморские джаз-бэнды. Среди зрителей много тех, кто посещает фестиваль с момента его образования. И, безусловно, с каждым годом почитателей джаза во Владивостоке становится все больше. Ведь джаз — это яркие эмоции, бешеная энергетика, которыми артисты щедро делятся со зрителями. Дмитрий Беломестнов, Игорь Полтов. Новости на восьмом.